Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем нашу работу в прямом эфире. Наш гость Андрей Танцюра, волонтер, человек, который, по-моему, живет в госпитале. Я вам даже открою маленький такой курьезный, так сказать, произошедший с ним случай. Андрей приехал к нам прямо из госпиталя, вот с пылу жару, еще боялся, что он опоздает на эфир. И по дороге просто забыл бахилы себе снять. Просто в бахилах сюда и приехал. То есть это говорит о том, насколько человек погружен в все эти проблемы. Но спасибо, что урвали вот эти полчаса, нашли время приехать к нам. Вы встречали вот этот борт последний, который прилетел с ранеными нашими бойцами. Сколько там было ребят, какие ранения, много ли тяжелых ребят? Вы сказали слово последний, у военных не принято говорить слово последний, принято говорить слово крайний. Но потом при этом я подумал, что все-таки было бы очень хорошо, если бы это был все-таки последний этот борт. Но, к сожалению, действительность говорит о другом, что борты будут, и, возможно, уже в это воскресенье должен быть борт. Потому что количество раненых в Днепропетровске, это база, с которой уже распределяют раненых по Украине, основная, достаточно переполнена, чтобы люди знали, когда человек получает ранение, его госпитализируют в ближайшую больницу, к передовой. Оттуда его перемещают в Днепропетровск, стабилизируют состояние в зависимости от степени тяжести ранения. И дальше уже определяют в тот госпиталь, который может принять, смотрят по загруженности, и туда распределяют. Поэтому ждем следующих бортов, готовимся. А потому... Извините, какая реплика, судя по тому, что буквально сегодня и вчера прошло сообщение о том, что в Днепропетровске массово жители города сдают кровь, потому что крови надо и крови надо много. Это уже говорит о том, что ребятам достаточно... Это раз. Плюс я не знаю, какие мощности у нашей станции переливания крови, но люди должны понимать, что ту кровь, которую они сдают в нормальных условиях, не боевых, она не может сразу попасть к больному. Она должна отлежаться какое-то время, и там время очень долгое. Насколько я знаю, что прошли все анализы, там, кажется, два круга анализов для того, чтобы выявить все какие-то вирусы или заболевания, которые могут быть в крови. Поэтому если ты сегодня сдаешь кровь, то я не врач, я не знаю, через сколько можно будет эту кровь использовать, но значительно позже. Поэтому вся эта кровь, которая была сдана вот на этой неделе, слава богу, потому что пройдет какое-то время, придут опять ребята, уже будет кому заливать эту кровь. По тому борту, который пришел, раненых ребят было 26, из них 12 — это лежачие. Состояние, в принципе, средней тяжести, сильно тяжелых не было. Вот, в принципе, все были плюс-минус при сознании. В основном это ранения, так сказать, огнестрельные, там, да? Миновзрывные, осколочные ранения. Мало того, там ребята, ну, уже шутили над собой, там, 5 или 6 человек, которые пострадали от одной мины. Группа при освобождении, разблокировке аэропорта, ребята прятались за БТРом, шел бой. Там стояла группа, человек 30, наверное. И вот прямо в середину этой группы упала мин. Что самое удивительное, всего лишь один погибший, и 15 людей ранен. Ну, а случай обморожения? Случай обморожения есть. Вот, нескольким ребятам уже удалили пальцы на ногах. У одного человека он пытается, ну, не хочет, чтобы удаляли, но пока не дает согласия. Но, происходя из клинической картины, скорее всего, тоже придется удалить. Но не много таких случаев. Судя по Великой Отечественной войне, вот, читая, так сказать, воспоминания участников, вот, много очень удивительных вещей происходит во время зимних кампаний военных. Как-то организм настраивается таким образом, что люди практически не простужались, не болели, и, в общем-то, выдерживали все эти испытания. Ну, говорить много-немного. То есть, включается какой-то внутренний ресурс? Конечно, оно включается, но просто во время Великой Отечественной войны погибли миллионы, поэтому на фоне этого как-то по-другому. Сейчас, слава богу, гибнут сотни и тысячи, ну, значительно меньше, чем во время Великой Отечественной войны. Но случаев морожения немного. В основном они проявляются, если человек там находился в окопе, влажность, смена температуры, и человек не чувствует, что у него мокрые ноги, а потом, когда уже начинает ощущать дискомфорт, может быть, уже поздно. Что сегодня необходимо ребятам? Наверное, какое-то усиленное питание, да, какие-то медикаменты, предметы личной гигиены, белье, одежду? По поводу питания. Питание всегда нужно, но на данный момент люди откликнулись настолько сильно и настолько мощно, что у ребят в плане еды достаточно много. Я бы хотел посоветовать людям, которые хотят прийти и чем-то угостить ребят, чтобы, ну, очень не хотелось, чтобы не происходила такая ситуация. Вот борт прилетел, все заговорили, все сразу нанесли, 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 там куча продуктов. Это все скушать нельзя. Мало того, большое количество вкусных продуктов, люди от чистого сердца несут, вкусное, мясное, там такие вещи. Ребята с удовольствием кушают, они начинают переедать. Это не совсем хорошо во время лечения. Многим не показаны определенные продукты. Да, и пустая операция, тем более. Ну, конечно. Господи, у кого в семьях не было больных, которые проходили операции, всегда врач-хирург всегда говорит, там сначала немного минеральной водички с лимончиком, да, там на завтра может быть легенький-легенький бульончик, и то не сразу, и так далее. То есть питание как-то дифференцировалось, то есть включали... Да, конечно. А там же может получиться как? Ему сделали операцию, а ему захотелось вот селедки, вот хоть тресни. Ему, конечно, запрещают ее, но он просит какую-то средобольную женщину, которая пришла ему помочь, хочется селедки. И она ни о чем не думая, бежит, покупает селедочку, приносит, он наедается этой селедки, и все. И на следующий день опять на операцию идем, потому что все... Да, и потом начинается бельный питьок, который тоже не очень... То есть тут, наверное, может быть, совет один, если вы хотите что-то сделать, может быть, вы меньше потратите денег, но вы принесете именно то, что человеку можно вот сейчас. Да, и лучше растянуть свою помощь по чуть-чуть, но дольше. Взять себе одного просто какого-нибудь. Либо, это самое оптимальное. И патихологическую вести его. Да. И ты будешь знать, обменяться телефончиками, и всегда можно позвонить и спросить, у тебя все есть, что может принести. Вот это самое, вот обмениваться телефонами и спрашивать, что нести к ребятам. Не набирать сумки и идти, а зайти и просто спросить, можно ли я вам позвоню, чтобы... Или когда можно прийти, чтобы узнать, или вы мне сейчас сделаете заказ, а я вам завтра принесу. Это будет очень в тему, и человек закажет то, что ему можно. Вот. И чтобы это не лежало, потому что все продукты, которые накладываются, да, большого количества холодильников нету, это будут тараканы, еще что-то. Поэтому с этим борются. Ну, то есть, надо по-умному подходить к этому. В плане предметов личной гигиены, одежды, белья, нормально они снабжены? Ну, как, нормальное снабжение волонтерами. То есть, у нас есть волонтеры, которые работают в Одесском военном госпитале. Они делятся на две категории. Есть волонтеры, которые занимаются медицинской базой, то бишь, я к ним отношусь. Это медикаменты, это какая-то помощь в расходниках, это медицинская аппаратура необходимая. И часть большая, это девочки, которые занимаются, так называемые, гуманитарные волонтеры. Они занимаются вот пеной для бритья, одеться, что-то обуться, что-то такие майки, трусы, ну, то есть, вот такие повседневные потребности. Вот. Ну, наверное, третья очень важная составляющая это психологическое состояние. Потому что я себе представляю, когда они только прилетели, в каком они были, они только из боя вышли. Ну, они в прямом смысле вышли только из боя, потому что борт пришел в воскресенье в обед, а в субботу они получили ранение. Поэтому они приехали, половина просто психологически не вышла из боя, они вышли с такими глазами, вот они из боя вернулись. Просто они еще в бою, может быть. То есть, там даже был такой небольшой инцидент. Девочка-журналист попыталась сфотографировать одного из киборгов, и это вызвало очень сильную, ну, нехорошую реакцию. Ей пришлось это все стереть, вот при нем, но она, бедненько, аж припугалась. — А мы, кстати, говорили в эфире еще раньше, вот, и когда у нас был большой телемарафон, вот, с пару месяцев тому назад, и вот после этого, мы еще психологи приходили к нам в эфир, они обязательно предупреждали, говорили, что есть случаи, когда, да, действительно, журналисты ушлые, они же хотят, так сказать, попасть из первых уст, взять интервью и так далее, не все соглашаются. И самое главное, тут надо уважать несогласие человека. И самое главное, нужно спросить его. Потому что есть ребята, которые, ну, готовы поделиться своими мыслями, а есть, которые, они еще не адаптированы, так сказать. — Я просто хочу, ну, зрителям рассказать о специфике общения с ребятами, которые вернулись оттуда. По мнению тех же американцев, которые этот вопрос больше изучали и дольше, потому что, начиная с Вьетнамской войны, так называемый посттравматический стрессовый синдром, его зарабатывают все, кто прошел через бой. Другое дело, что у некоторых людей психика позволяет справиться, у некоторых не позволяет. Если во Вьетнаме американцев погибло 48 тысяч, то в мирное время из тех, кто вернулся из Вьетнама, покончило с собой 60 тысяч, больше, чем погибло. — Мало того, вот этот посттравматический стрессовый синдром, которому подвержены все без исключения, люди, которые пережили бой в любом виде, обстрел, град, ну, то есть, разное, это может иметь последствия и отложенные последствия на годах после этого. Может сразу проявиться, а может даже через 5-7 месяцев после того, как он вернется с войны. Что происходит с человеком там? Вот, чтобы люди просто понимали. В обычной жизни у нас масса цветов, да, там все цвета радуги, есть полутона. И в общениях у нас между людьми тоже присутствует много полутонов. А на войне есть два цвета — черное и белое, без полутонов. Белое — это значит, ты свой, значит, с тобой можно расслабиться или общаться нормально, спокойно. Если ты враг, тебя надо убить. Другого вопроса нет. Потому что человек, который проходит через бой, он понимает, что в бою что это такое? Ты встречаешься с противником, который хочет убить тебя. Значит, вопрос такой, либо он тебя убьет, либо ты его убьешь. У кого лучше реакция, у кого лучше подготовка, тот и выйдет из боя живым. И начинается борьба организма, борьба людей за собственное выживание. И люди приобретают такие свойства, что у них все делится. Белое — расслабились, черное — враг — убить. Другого варианта не существует. А когда человек еще переступает этот порог, когда он своими руками убивает другого человека, психика ломается, потому что с детства нас воспитывают. Не убей, не укради. А тут ты идешь в бой, и ты понимаешь, что ты должен убить. Да, ты понимаешь, что это враг, что вот он хочет тебя убить, но все равно это надо убить живого человека. И когда люди это делают, у них переключается психика в другой режим работы. Черное и белое. И когда люди возвращаются сюда, они продолжают жить в таком же режиме, в черно-белом. Некоторые могут с собой справиться, а некоторые не могут с собой справиться. Все зависит от специфики психики, от того стресса, который он пережил, насколько он сильно испугался. Мы все живые. Людей, которые не боятся, нет. Есть люди, которые могут справиться со своим страхом, но боятся все. Вот в той же Америке, я знаю, был случай, человек попал в тюрьму, потому что он убил своего маленького собственного сына. Как это произошло? Он спецназ вернулся из Вьетнама и сидел, смотрел телевизор. А мальчик тихо подошел сзади и решил перед папой похвастаться игрушкой какой-то. И он сделал какую-то манипуляцию с этой игрушкой. И игрушка издала звук передергивания затвора. Человек, услышав этот звук, не осознавая, что он делает, развернулся и ударил в то место, где услышал этот звук. И пацану сломал шею и погиб. Мальчик умер. Его могли освободить от ответственности, потому что его могли посчитать как подвиженному. Безусловное заключение могло быть, да. Но он сам настоял на том, что он абсолютно здоров, потому что он должен сесть в тюрьму. Потому что он не мог себе простить, что он убил собственного сына. То есть он сначала это сделал, не задумываясь. А потом он уже понял, что он сделал. То есть эти навыки настолько глубоко закладываются в подсознание, что могут вылезти в какое-то время. А не закладываться они не могут, потому что если бы не было этих навыков, он там бы погиб. Так, благодаря этим навыкам он выжил, но они остались в мирной жизни. Да, на инстинктивном уровне он борется за выживание своего организма. Так вот, в преломлении вот к нынешней нашей ситуации. То есть надо понимать, что ведь многие, особенно там женщины, девушки, детские, вот многие хотят пойти в госпиталь, они хотят просто посмотреть в глаза этому человеку, просто поговорить с ним, поддержать там, не обязательно что-то перенести. Так вот тут надо, наверное, понимать, что нужно держать ухо востро и знать, как себя вести с этими ребятами. Потому что ты можешь выступить или в роли черного, или в роли белого. Да, а все же очень просто. То есть вот я слушал лекцию по этой проблеме, и там приводился просто пример, что если мужчина вернулся с войны, и тут жена ходит вокруг него, и раз, устроила скандал ему, потому что он там, ну, что-то ей не понравилось, да. А как психика работает? Она на меня кричит, значит, он враг, значит, убей. Вот. Понятно, что человек пытается в голове с этим справиться, но в обычной жизни это может закончиться там дракой, еще чем-то, ну, зачем это нужно? Поэтому для того, чтобы таких вещей не было, нужно знать, что с этими ребятами, когда общаются, не надо спрашивать, что с ними случилось. Это самое интересное, конечно. Не надо человека создавать ситуацию, чтобы он мыслями вернулся вот в тот, в бой, когда он был ранен. Если разговаривать... То есть не деребите душевные раны, с которыми... Да, да, да. Не сыпать соль в рану, так вот. Обо всем чем угодно. Самое лучшее — это говорить на отвлеченные темы. О хороших темах, о хороших приятных фильмах, о каких-то хороших жизненных ситуациях, о детях, а в чем угодно. Ну, желательно не о войне. Вот. И если уж так вот хочется просто или нужно там что-то узнать, надо сначала спросить, а можно я задам вопрос вот в такой-то тематике, а потом уже задавать. Вот просто не трогать то, что с ним случилось, а уводить их от того, что они пережили. Вот это будет самое лучшее в общении. То есть стараться им помочь быстрее адаптироваться к нормальной мирношке. Конечно. Чтобы он вернулся и видел, что здесь вокруг друзья, что они не желают тебе плохого. Они пришли только с благими, хорошими намерениями. И вот, кстати, еще раз просто хотелось бы обратиться к коллегам тоже. Не спешите фотографировать и снимать. Вот придет еще один борт, я так понимаю, скорый. Лучше подойдите спросить, а можно я сфотографирую, а потом уже фотографирую, чтобы не вызывать у ребят реакцию. Потому что, конечно, хочется жареное видео, там ребята на костылях перебинтованы, кровь поступила сквозь бинт. Но, извините, это как раз не то место и не то время, когда вот пиариться можно на этом. Вы пришли не с пустыми руками. Час назад вы сняли все-таки интервью, ну, наверное, с согласия нашего бойца. Мы успели подготовить буквально за последние минуты перед эфиром его к показу. Давайте мы посмотрим. Это боец 93-й мехбригады. Да, позывной поэт, доброволец. Сам попросился в армию, сам попросился на передовую. Патриот, то есть его не хотели брать в армию даже, но он прошел все, чтобы его взяли. Ну, видно, по шраму ему досталось хорошо. Ну что, смотрим. Смотрим видео. Легко ли вернуть аэропорт назад и есть ли смысл это делать? Я думаю, что вернуть его будет нелегко, однозначно, потому что стянуто большое количество российских войск. И этому предшествовало какой-то период времени. Мы видим, какие тяжелые бои, как сложно там в аэропорту. То есть его не будет легко вернуть. Вот так вот взять, решить и вернуть. Ну, а есть ли смысл его возвращать? Я думаю, есть по-любому, потому что тогда какой смысл вообще нам воевать, если мы отдадим аэропорт, отдадим еще какие-то города, поселки, то есть блокпосты. Какой смысл тогда? Конечно, есть смысл. Может быть, не в данный момент, не сегодня, там, не завтра, но при первой возможности мы должны атаковать. Мы не должны занимать позицию обороны. Так решительно настроены. Очень, ребята очень мотивированы. У меня была такая встреча, я не помню, я вам рассказывал или нет. Я живу в квартале от военного госпиталя, буквально на семинарской рядышком, и там киоск свою с печатью. И я обычно всегда покупаю газеты в этом киоске. Ну, подхожу, я даже не понял, мужчина, то ли пальто, то ли халат, как-то даже глаз не положил. Но он уже прощался с киоскершей, и так потихонечку поковылял, 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 даже грешным делом подумал, может, какой-то бомж. Непонятно, подержи какая-то блекло-высвящая одежда, непонятно, он себе ушел. Такие киоскерша сидит, у нее челюсть вот так вот выпала, а тетка уже такая бывалая одесситка уже в возрасте. Саша, ты представляешь, ты вот из госпиталя пришел газету покупать, причем уже такой в возрасте мужчина, уже за 40, наверное, с кем больше. Раненый, он еле ходит, но говорит, я вот побыстрее, надо вызовет, я хочу вернуться туда, я должен туда вернуться. Там мои братья, там мои побратимы. Я это очень сильно чувствую реально, то есть я не могу судить, насколько научилась воевать наша армия, потому что я это не вижу, я слышу, что научилась, но то, что я вижу своими глазами, дух ребят, которые оттуда приходят, он в разы выше. То есть я в госпитале с самого практически начала, когда начали проходить борты, я видел ребят, которые были летом в начале, слышал их разговоры, вот, и слышу разговоры сейчас, месяц назад, два назад, это совсем разное. То есть люди, которые сейчас попадают в госпиталь, это уже понимающие, что они делают, мотивированные, знающие, почему они пошли в бой, не жалующиеся на жизнь, не говорящие, а зачем это нужно было. Они могут обсуждать там нюансы операции, почему так это произошло, но никто не говорит, что это то ранение, которое он получил, это напрасно, это зря, нет, такой близко нет. Очень сильный духом, очень много людей хотят вернуться. Вот вы меня быстренько подшаманьте, подшаманьте, подлатайте, вы, волонтеры, помогите, чтобы нужны были препараты, чтобы я быстрее в себя пришел, и я назад, пацаны, меня ждут. Вот это очень часто слышится в госпитале. У нас чуть более пяти минут до окончания эфира. Давайте, наверное, мы напомним то, о чем мы говорили с вами где-то с месяца полтора тому назад, да, мы встречались здесь в эфире. Вот сама технология, вот сама механика того, как происходит, предположим, ну, та же закупка лекарств, то есть вы руководите этими потоками, вот, но каким образом вы это дело организовали, как это происходит, предположим, ну, перед самым эфиром, вы по телефону там объясняли уже, я слышал, так сказать, Ну, я нисколько указываю, если укажу, то только сам собой, у меня нету никого. Ну, в всяком случае, даете советы, как бы подсказываете. Да, ну, ситуация какая, ко мне звонят люди и спрашивают, мы хотим помочь. Ну, я понимаю, и люди иногда это сами признаются и говорят, что они очень боятся, чтобы те деньги, которые они тратят, да, или жертвуют на приобретение лекарств, чтобы они обязательно дошли в виде лекарств до ребят. Потому что, ну, люди все же разные есть, и мало, немало мошенников, которые пытаются на этом зарабатывать. Я всем говорю, что все очень просто. Человек определяется, сколько он может помочь. Ну, он же каждый сам, как он особо может выделить. Я, зная потребности, потому что есть подешевле лекарства, которых нужно, есть подороже. В зависимости от того, сколько человек может потратить, я могу ему подсказать, что нужно купить, вот на эту денежку. Потому что денежка нужна любая, там, 50 гривен, 50 гривен, 100 гривен, 100 гривен, 1000, 1000. То есть все зависит от возможности. Вот. Я поясняю человеку, что можно купить. Некоторые фирмы пошли нам на уступки, и мы покупаем лекарства для госпиталя по себестоимости. То есть, ну, по ценам, по которым аптеки берут у больших оптовых фирм. Вот. То есть мы удешевляем стоимость лекарств примерно там 25-35%. Человек может вместе со мной поехать в аптеку, приобрести, и потом вместе со мной поехать в гости. Человек может выдать мне денежку. Он будет знать, что я куплю. Потом мы договариваемся, мы встречаем все в госпитале. Человек идет вместе со мной и своими руками или своими глазами видит, как эти лекарства и кому передаются. То есть абсолютно все открыто. Если человек хочет поучаствовать со мной, я всем говорю, что я не против, даже наоборот хочу, чтобы, если вы жертвуете денежку, ходите тоже со мной. Просто не все могут. Многие женщины очень боятся, что они не выдержат того, что они там увидят. Конечно, там нелицеприятное это все зрелище. Все-таки люди с травмами, перемотанные, перебинтованные. Чувство боли там очень сильно чувствуется. Вот. Но есть люди, которые готовы наоборот прийти. Поэтому я с удовольствием только за... Присоединяйтесь ко мне. Я каждый день в госпиталь. То есть вас легко найти в госпитале или можно в соцсетях найти? Меня лучше найти в фейсбуке Андрея Танцера Одесса. Я в такой же форме там выгляжу. Списаться со мной. Мы там договоримся, как мы можем встретиться, созвониться. Ну и дальше. Человек только. Главное, чтобы было желание. И от чистого сердца. И самое главное, то, на что хватило многих волонтеров, это на пролонгированное, так сказать, занятие тем, чем они занимаются. То есть вот одни ездят в зону, а то там возят, предположим, продукты и так далее. Другие. То есть они не сходят с дистанцией. Вот. Несмотря на то, что становится все сложнее и сложнее наша жизнь. Все-таки мы же видим и финансовое состояние и так далее. Вот. Есть все-таки часть людей, которые вот действительно все и сразу хотят отдать и больше не беспокоятся. Но нужно, наверное, понимать, что лучше понемножку, но каждый день. Вы имеете в виду волонтеров или дарителей? Я имею в виду дарителей. Потому что волонтеры, они в своем русле. Они продолжают работать. Если, да, конечно, лучше понемногу, но чаще, чем сразу. То есть, да, есть определенный круг людей в моей практике, которые когда-то один раз, потратив деньги, они для себя поставили галочку, сказали, ну вот я потратил или потратился, и потратилось, а остальное пусть другие тратятся. Но, к сожалению, получается так, что так можно думать, когда количество дарителей бесконечно, да, ну или достаточно большое. И все люди будут думать так же, как ты, что надо помогать. И поэтому люди будут появляться. Но надо отдать должное, понимать, что в Одессе не вся Одесса готова помогать ребятам. Мало того, время тяжелое, не все готовы из своего кармана вынуть денежку и потратить. Вот. Надо тоже себя заставить это сделать. Поэтому количество людей, которые готовы и могут это делать, достаточно ограничено. и поэтому лучше по чуть-чуть, но дольше. Ну и я знаю, что вот в госпитале заработала служба психологической поддержки, да, которая работает с ребятами. Я пока не пересекаюсь с этой службой, честно не знаю. На всяком случае, я видел, там появился баннер, что вот открыт такой центр в госпитале на углу французского бульвара. Наверное, психологи работают, я так понимаю. Нет, то, что психологи работают, и я периодически меня просят, я знакомлю ребят с психологами, их свожу. Это происходит. Но я не владею информацией по поводу службы и целенаправленной работы с психологами. Честно, не знаю. Такое первое служение. Не так давно там проходили достаточно интересные мероприятия, концерты. Вот Юра Кузнецов играл там наш пианино-жазовый интересный, там наши ребята, артисты выступали. Вообще, как часто происходит это сейчас, или просто нет такой возможности часто проводить такие какие-то массовые мероприятия? Ну, во-первых, это все зависит от людей, которые хотят что-либо провести. Никто же им оплачивать гонорары не будет для того, чтобы вывести. То есть, если человек хочет, если группа какая-то хочет, тогда он обращается или к руководству госпиталя, или к волонтерам с совместными усилиями, проводится концерт. Вот. Кроме того, всегда надо понимать, что не все ребята могут появиться на концерте, потому что много неходячих, много плохо себя чувствующих, им не до концерта. То есть, некоторые просто не любят данного исполнителя, или данный стиль исполнения. Ну, во всяком случае, связь с материком, что называется, связь с жизнью, у них есть? У них есть телевидение, да? Да, у них есть телевизоры, много было и волонтерами, и людьми, и лично передавали телевизоры. То есть, у многих есть телефоны, и у них свои, есть смартфоны, телефоны, периодически обращаются к волонтерам, мы помогаем тоже ребятам участвовать в этом. То есть, связь с внешним миром, у них есть, это самое главное. Да, да, если... Слушай, Андрей, я прошу прощения, просто наше время, вот мне дают сигнал, уже наше время подошло к концу. Спасибо вам огромное за то, что пришли, спасибо вам за ваш труд, вот, и дай бог нам всем это все выдержать. Спасибо вам. И пережить. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok